А у нас в гостях музыканты группы Коллизия. Это Сергей Игумнов и Артем Бочкаров. Прошу любить и жаловать. Мои, во всяком случае, аплодисменты вам, потому что и группа вас известна, и вас любят, и знают ангарчане. Ребята, скоро у вас предстоит концерт. Это так? Когда? Где? Что? Рассказывайте. Да, концерт будет отчетный. 13 сентября. Дворец культуры «Нефтехимик». 18.30. 18.30. Что ждет ангарских зрителей? Что-то новенькое вы приготовили или, наоборот, хорошо забытое, старенькое? Что будет? Ну, это пусть вот Артем ответит, как солист группы. Мы как бы особо задумываться не стали над репертуаром. Взяли часть из прошлых концертов, часть новых песен. Ну и, как обычно, это будут кавера, известные песни. Так что приходите, всем будет интересно. Скажите, у вас на концертах были какие-нибудь интересные случаи? Какие-то, может быть, у вас фанаты свои есть? Знаете таких? Ну, фанатов, слово такое, скажем. Ну, почему ли? Поклонники, поклонницы. Любители, ценители музыки есть, слава богу. Ну, часто видим многие знакомые уже лица. И это очень радует, что народ любит, ценит наше творчество. Всегда приятно. И, с другой стороны, людям как бы интересно. Ну, вот они живут в своей квартире, живут в своем городе, ходят по улицам. А тут сцена, блестящие инструменты, свет. Вот даже мы сюда пришли, в студию мы редко бываем в таких местах. Нам очень интересно прикоснуться, побывать здесь. И люди также приходят на концерты, как сложилась традиция в нефтехимике, в завершении какого-то мероприятия. Публика может пройти на сцену, подарить цветы, поздравить и просто сфотографироваться друг с другом, с артистами. Можно просто с инструментами. Можно просто с инструментами. Это такая добрая, хорошая традиция. Детям очень интересно. Все блестит, все сверкает, какие-то новые вещи. Они знакомятся с миром, знакомятся со сценой. И может кто-то в будущем станет большим артистом, благодаря вот таким большим мероприятиям. Я думаю, вдруг найдутся такие люди, в основном, может быть, младшего возраста, которые не знают про вашу группу. Кто-то, может быть, откроет ее для себя впервые. Такой же тоже, правда, может быть? Давайте поговорим о вашей группе. Когда она появилась? Кто был в первом ее составе? То есть ваш репертуар для тех, кто не посвящен. Это вот директор выступа. Нет, на самом деле история очень тернистая. И давно она начиналась. Не хватит программы, чтобы это все объяснить. Но вообще, да, группа Коллизия, она была основана на базе политехнического технику. Когда мы там учились, вот я и у нас гитарист Володя Михайлов. То есть группа была создана в 2001 году. Состав за эти годы очень менялся. Мы играли свой репертуар. И потом плавно-плавно, постепенно, вот мы когда перебазировались во дворе скульптуры нефтехимик, и вот к нам уже, слава богу, присоединились Артем Бочкарев, Лина Зонова, Павел Пелосян. И группа уже стала существовать как больше кавербенд. То есть мы стали переигрывать то, что знакомо народу. Ну, потихоньку вводим свой репертуар, свои песни. Но основная львинная доля – это 70-80% известных всем произведений. Кто чего наслушался в детстве, в юности, в молодости, тот предлагает, соглашаемся или не соглашаемся, выносим на голосование. А какую песню отказали? Были такие? Расскажите. Ну, конкретно, прямо таких случаев не могу сказать. Но иногда вот начинается что-то делать и как бы чувствуешь, что не очень идет. Поэтому я не говорю, что мы сразу отталкиваем эту вещь. Мы просто ее на некоторое время отодвигаем в сторону. И спустя какое-то время мы можем к ней опять прийти и все уже получается. Ну, то все равно какая-то стилевая особенность, стилевая, жанровая приверженность есть, да, наверное, группы? То есть, например, мальчик хочет в табор, да, например, вряд ли мы от вас услышим. Почему? Это очень запросто. Это... Кавер-группа, она и на то, группа, что мы играем то, что нравится народу. Что он может подпеть, потанцевать, что бывает на концертах. Да, универсальность. Бывают танцы даже на концертах, народ между рядами или выходит, прямо устраивались. И отзывы совершенно разные. Кому-то нравится такая универсальность. Кто-то говорит, ну вот развели кабак, не хватает там еще огурцов и так далее. Кто-то свои огурцы принесет. Мы за такую универсальность, как бы, мы уже, наверное, отошли от стиля рок, такое уже в группе коллизии, наверное. На то и название группа коллизии – это столкновение абсолютно разное, противоречие. Поэтому вот мы можем сыграть песню какую-то, которую можно назвать шансоном, мы можем здесь же сыграть рок. Все это объединяется в одной программе, я думаю, это даже интересно получается. Коллективы все разные, и когда приходим к консенсусу, то получаются какие-то вещи. Когда в каждой единице коллектива согласны, то вещь имеет право быть. Ребята, у нас программа сегодня посвящена, вот у нас тема такая – самые невероятные слухи. То есть какие самые невероятные слухи вы слышали о себе? Вот есть такие? Что-то прям в ух, что вас удивило, и вообще откуда это взялось? Вообще из последнего, если. Я не так давно встретил свою одноклассницу. Я ее не видел с момента, вот как мы выпустились со школы. И она так удивленно на меня посмотрела, говорит, я думал, ты давно в Москве. Я говорю, почему я должен быть там, собственно говоря. И вот это и с последнего, что я сталкивался с этим неоднократно, что многие почему-то думали, что я уже куда-то уехал отсюда. Нет, живу здесь и радуюсь. А у РТО? Я даже не припомню таких, что мы. Но очень много людей как бы, да, сватают нас в Москву, в Питер куда-то. Так, может, не хочется? Да не то, что не хочется. Там таких, как мы, достаточное количество и очень редко пробиваются. Как бы нужны деньги, нужно много работать. И мы как бы здесь пригодились. Мы не говорим, что мы не любим работать. Мы любим работать на просто. Мы любим Ангарск. Мы востребованы здесь. Любим своих зрителей, своих слушателей. Я думаю, вот про Сергея мог бы сложиться слух, да, вот такой. Расскажу немножко. Когда мы снимали ролик «Новый день покажет», Сергей приезжал к нам в студию, и я ему говорю, «Надим, пожалуйста, костюм Шаляпина». Он мне говорит, «Да я на общественном транспорте». Он мне вряд ли поймут, если поеду в костюме Шаляпина. А вот если бы Сергей поехал в костюме Шаляпина, он бы наверняка еще очень много новых слухов о себе услышал. Хороших или плохих таких слухов, это неизвестно. Да, и напоследок, вот есть гитара, вот здесь вот у нас так лежит бубен. Ребята подготовились, и сейчас порадует нас своим творчеством. Правда? Мы, да, сыграем песню, которая, я думаю, многим знакома. Ну, кусочек такой из песни. Юрий Антонов. «Жизнь играет с нами в прятках». «Жизнь играет с нами в прятки». Да и нет слова загадки. Этот мир, этот мир, этот мир, дивный мир. Время разлучает часто с теми, кто нам дарит счастье. Это жизнь, это жизнь, это жизнь, это жизнь, наша жизнь. Мы вместе звездами падаем, падаем вниз. Любим, верим, грустим, ошибаемся. Сердце бережно, память о прошлом храним. Над землей встают рассветы. Правы в пояс клонят ветры. День за днем, день за днем, день за днем. Ветра и переплетенье. Смех от слез, удач, сомнений. Это жизнь, это жизнь, это жизнь, наша жизнь. Мы вместе с птицами в небо уносимся. Мы вместе с звездами падаем, падаем вниз. Любим, верим, грустим, ошибаемся. Сердце бережно, память о прошлом храним. О-о-о-о-о-о-о-о. Это жизнь, это группа Коллизия. Друзья, обязательно приходите на их концерт, вы услышите и эту, и многие другие прекрасные песни. Концерт состоится 13 сентября в Дворе культуры нефтехимик, 18.30, программа под названием «Избранная». Ждем.